мы еще садим яблони и груши каким образом все лето мы отбирали вкусные груши которые мы находили росли они в разных местах у знакомых у соседей там еще где-то и яблони вот и садим их семечкой брали самые крупные экземпляры самые вкусные ложили в холодильник они сейчас уже подпортились мы их разобрали и вытащили семечки почему садим семечками потому что деревья которые посажены семечкой деревья которые привиты хотя привиты они продолжить начинают быстрее привитые деревья растут меньше то есть где-то в районе от 15 до максимум 20 с чем-то лет деревья которые растут из семечки экземпляры есть которые я обхватить не могу то есть там экземпляры до получается наверно под 100 лет 70-100 лет каким образом мы их садим вот таким вот образом взяли в ящик насыпали земли сантиметра 3 и выбрав семечки разложив вот так вот на тарелочки по сортам сорта у нас местами перемешаны особенно груша вот у нас там есть и лимонка очень вкусно потому что я считаю что компот из лимонки он один из самых вкусных сладкой груши не сравнится с лимонкой по вкусноте от компотов там и сухофруктов сухофрукты из лимонки вообще обалденные вот что делаем я использую пространство таким образом вот у меня уже видно что разделено все на границы вот здесь граница там одной груши здесь граница другой 3 все границы у меня отмечены вот такими ярлычками ярлычки сделал просто полтора литрового бутылка и вырезала такие вот ярлычки дешево потому что в магазине 10 штук вот таких ярлычков стоит 50-100 рублей а вот это практически бесплатно особенно если бутылку где-нибудь подобрать что мы делаем мы вначале размечаем то количество луночек которым нам надо то есть вот это видно здесь он семечки уже сидят это видно берем обычный карандаш или еще какую-то палочку и начинаем проковыривать дырочку чтобы она была ровненькая но после того как мы проковыряли определенное нужное количество отверстий мы начинаем садить кидать туда семечки вот они семечки не всегда падают в луночку для этого мы берем более тонкую какую-нибудь шпажечку или зубочистку и проталкиваем ее туда после этого берем опять тот же самый карандаш или палочку и начинаем вот так заравнивать просто присыпали сверху и все землю перед тем как садить мы ее пролили чтобы она осела и была податливая для палочки более такая эластичная все теперь будем ждать прорастание семена у нас стратифицированы потому что лежали в холодильнике несколько месяцев сейчас остается нам дождаться когда все это взойдет обязательно маркируйте вот груш у нас промаркированные семена чуть-чуть перепутали но мы по форме цвету и размеру семечек их рассортировали вот и нам в принципе не важно какая груша взойдет и будет плодовысить потому что отобраны самые вкусные экземпляры так что все будет съедобно сейчас вот мы подосадили последнюю грушу сейчас я их закопаю поставлю маркировочку и будем садить яблоки еще у нас есть вот семена вроде бы сливы или чернослива но очень вкусно очень вкусная штука вот очередной ящичек засажен тут у нас посажена немножко чернослива много груш и яблонь и вот здесь вот рябинка посажена все с ярлычками все полито все отгорожено вот таким чистокольчиком сделанным из спичек так что все нормально если их никто не сожгет и не вытащит все будет отлично друзья привет садили месяц назад яблони груши и чернослив посмотрим что из этого вышло вот он у наши ящичек здесь кучу всяких сортов яблонь и груш все у меня подписано подписано вот такими бирочками и смотрим на схожесть вот вот это взошли у меня все яблони то есть прошел где-то месяц и по всхожести я смотрю что только яблони зашли груши даже и не видать возможно сходит позже возможно она даже не зайдет так что проверим ничего по этому поводу пока сказать не могу держать главное это все влажненькую всю землю вот и следить как все это всходит так вот сходит яблоня